Что нужно, чтобы быть счастливой, в этом пытались разобраться представительницы прекрасного пола. Специально для них в Нефтекамске организовали открытую академию территории женского счастья. И для удобства разделили ее по нескольким направлениям. Первым слагаемым успеха любой женщины являются дети. Для них был представлен большой выбор интерактивных площадок, начиная от развлечений, заканчивая обучением. У нас есть экологическое отделение, где преподаем биологию и химию. Поэтому мы сегодня представили здесь пока микроскопы, но еще и химические опыты будут. Дети смотрят слюну с внутренней стороны щеки, берется ватной палочкой, помещается на предметное стекло, закрывается покровным. И в общем-то мы призываем, находят помимо капелек воды еще и всевозможных микровов. Поэтому призываем мы, мойте руки перед едой, чистите зубки регулярно. На территории городского центра культуры работали аниматоры, которые не давали скучать даже самым юным гостям. Ребята постарше сразились в интеллектуальных играх. Для любителей животных работал маленький зоопарк. Ценители искусства могли насладиться концертными номерами творческих коллективов. Дети поиграли, но мы вот так вот чисто ходим с классом. Четвертая школа, пятая А. И есть первая А тоже детки. Младших тоже с собой взяли. Это вы преподаватель, что ли? Нет, я мама. У меня просто дети вот в одной школе и так сразу с обоими и пришла. На площадке в лесу мальчишки и девчонки пробовали свои силы в веселых стартах. При выходе с тропы здоровья работала территория безопасности. Здесь горожане пытались реанимировать тренажер «Максим», познакомились с устройством реанимобиля и пожарной машины. А юные инспекторы дорожного движения напоминали прохожим о важности соблюдения правил. Ой, мы везде уже побывали, нам все очень нравится, очень хорошая организация. Ну, классно все. Это как-то празднично. Празднично, да. Очень интересно, познавательно. Много нового узнаешь. Не всегда же получается все новое узнавать и видеть, что происходит в городе, что могут нам предложить. И в здании городского центра культуры организаторам тоже было что предложить. При входе каждый мог сделать на память фото в 3D формате. А уже дальше отправиться по площадкам. На первом этаже расположились учреждения дополнительного образования, которые рассказывали о направлениях подготовки детей и подростков. И параллельно вели запись в кружки и секции. В этом году открыли новое направление радиоэлектроника и Ардуино. Здесь мы будем изучать основу радиоэлектроники и программирования. Что такое контроллер Ардуино, что можно с ними делать. В принципе, это очень интересная вещь, связанная с профориентацией детей на будущее. И, в принципе, это очень сильно и часто перекликается с программой учебной в школе. Поэтому детям и полезно, и интересно. В правом крыле работала территория «Мама плюс малыш» с разнообразными мастер-классами. Аппликации, оригами, можно было изготовить театральную ширму своими руками и многое другое. Устав от такого количества развлечений, дети могли посетить комнату отдыха. А пока ребята в мягкой зоне были заняты просмотром мультфильмов, мамы могли заняться собой. Этому был посвящен весь второй этаж. Здесь визажисты делились секретами правильного макияжа. Стилисты подбирали индивидуальный образ. Специалисты спа-центров делали расслабляющий массаж лица. Занятия фитнесом, урок по созданию причесок и кулинарные хитрости от лучших поваров – все это рай для любой женщины. Сегодня посмотреть на территорию женского счастья. Здесь очень много площадок. Мне понравилась площадка с массажем, спа, макияж, прически. В общем, все для женского счастья. Единственное, попробовать, конечно, пока не получается. Но здесь очень интересно. Раз, два, три. Раз, три. Лево. Раз, два. Разучить несколько пообальных танцев, попытаться развить певческое дыхание и посетить практикум о психологии мужчины и женщины можно было на третьем этаже. Здесь же работала территория в ожидании чуда, где международный перинатальный психолог давала советы по подготовке к родам. На соседней площадке ведущие педагоги консультировали родителей, как адаптировать ребенка в детском саду или школе. Хотим посмотреть детского невролога или вот что-то такое. Ага, на медицинскую часть пришли в основном? Да, потому что ребенок пошел в садик, адаптация как бы проходит тяжеловато. Особенно пользовалась популярностью территория творчества. Детская школа искусств, библиотечная система и поэтическое объединение литературно-нефтекамск представили литературно-музыкальную гостиную. Здесь собрались женщины, поэтессы нашего города. О чем мы говорим, как обычно женщины собираются, мы говорим о семье, о детях, о счастье, о любви. Но все это происходит сквозь призму поэзии, музыки. Сегодня проводится акция стихотворения в кармане. Мы раздаем стихи и наших местных поэтов, и классиков. Для тех, кто любит создавать что-то своими руками, работали площадки с мастер-классами. Женщины учились делать цветы из шерсти, вышивать шелковыми лентами и изготавливать куклы-обереги. Мы делаем самые простые куклы-скрутки. Это у нас куватки. И делаем ангелов, не спеша, спокойно это все делается, для того, чтобы кукла получила весь заряд вашей положительной энергии, и потом она оберегала и отдавала всю хорошую энергию, которую вы в нее вкладываете. Внучаткам своим делаю. Мне хочется достичь вот тех кукол, какие. Мне очень хочется, чтобы вы организовали группу специально для нас, для взрослых, чтобы мы могли увлекаться чем-то, не только огородами. Очень, очень понравилось, мне приятно. Почаще вас. Много посетителей собрала и деловая гостиная. Здесь свою деятельность презентовали нефтекамские сообщества, такие как мам-клуб, женсовет, клуб молодой семьи и другие. Главными спикерами стали министр культуры региона Амина Шафикова, полномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова и, конечно же, автор проекта «Территория женского счастья» Корене Хабирова. Основная цель была, чтобы женщина почувствовала, что она не одна. Вот в своем таком вот огромном мире, там вроде казалось бы, там есть у нас и соседи, и коллеги, и друзья, но вот это ощущение, что женщина не одна, она должна это чувствовать. И самое главное еще дать возможность женщинам вот определенного района просто узнать о возможностях, которые у них есть. Пусть это будут возможности, я не знаю, пойти танцевать, или же просто, я не знаю, получить какие-то определенные дотации, которые ей положены. Общение в таком формате, по мнению Коренны Хабировой, дает свои плюсы. Кто-то находит хобби, другие заводят здесь интересные знакомства и полезные связи. Но однозначно после такого жизнь женщины меняется. Об этом же говорила и специальный гост Открытой Академии Оксана Пушкина. В своей двухчасовой лекции известная телеведущая раскрыла секреты, как не потеряться в этом огромном мире и быть счастливой. Надо просто четко, абсолютно прагматично посмотреть на вещи, на которых мы сегодня живем, и разобраться в своей жизни, и найти людей, кто разделяет твои мнения. Поэтому для меня каждая поездка – это на предмет, я понимаю вообще, как моя страна любимая живет, или я что-то не туда. Мне кажется, что сегодня я туда, потому что, когда ты не видишь залп, потому что там был свет очень серьезный, ты вот реально слышишь, кто как дышит. Но я видела, что люди смотрели мне в глаза и пытались анализировать вместе с ним. Нужно отметить, что Нефтекамск – второй город в Башкире, где побывала открытая Академия территории женского счастья. По словам организаторов, эта формула успеха продолжит свое действие и распространится в другие муниципальные образования региона. Анастасия Тимирбаева, Ильгиз Мениханов. Время новостей.